И снова здравствуйте дорогие друзья! В Петербурге вышло солнце, к сожалению оно немножко портит возможность моего взгляда на экран, но это не самое страшное, потому что сейчас самое важное не смотреть на меня, а слушать наших экспертов. Через буквально пару минут к нам присоединится Алексей Замотин, специалист компании Trade Черногория. Алексей, кажется я вас уже вижу. Здравствуйте! Отлично, я вас вижу, я вас слышу, значит все остальные видят и слышат. Так, ну вроде связь нормальная, если что не так, пробьемся, да, какой-то маленький помех есть по камере, но это не столь критично. Алексей, ну общая повестка дня понятна, мы сегодня общались с представителями разных стран, с риэлторами из разных стран, узнавали как у них дела, что вообще происходит и даже не только на рынке, сколько и в жизни вообще. Что сейчас происходит в Черногории? Где вы, во-первых, в каком городе находитесь? Здравствуйте все, мы находимся, я проживаю в городе Бар, это южная часть побережья Черногории, это довольно-таки солнечный город. У нас в городе все тихо, спокойно, как и во всей стране, люди относятся к этому событию, которое сейчас происходит, очень сдержанно. Снабжение страны, все есть в стране, магазины, в магазинах все есть. Единственное, то, что закрыто сейчас на данный момент передвижение между городами, мы можем передвигаться только в своих обществах, это как области, по своей территории. Посещение магазинов, аптек, все остальное закрыто. Все практически перешли на онлайн режим работы, как государственные органы, так и другие компании. Единственное, работают на строительной компании, все стройки, которые начаты, они все работают, продолжают строиться. Это отели, апарт-отели и также квартирные дома и виллы, все это строится. Вы сказали, черногорцы относятся сдержанно. Сдержанно это как? Они всерьез относятся к этой угрозе или не совсем всерьез? И вообще какая эпидемиологическая обстановка в стране? Что у вас там с количеством зараженных? Больше их страны, меньше? Увеличивается с каждым днем, но не прогрессирует, увеличивается. Есть, да, люди контактируют между собой, не сразу были выявлены те очаги, кто заражение. На данный момент все находится в стране под контролем. Все больницы работают, все медики работают. Ну понятно. Они спокойно, а сдержанность здесь, Филипп, извините, сдержанность, потому что люди сами, черногорцы, очень спокойные. Ну это да, это известно. Поэтому в стране все спокойно, нет суеты, нету никакого, ничего такого. Вы сказали, что есть некие ограничения. То есть вот вы живете в баре и условно говоря в Будву или в Котор вы съездить не можете? Уже не можем. Нет, мы не можем съездить. На данный момент у нас и прогулки по паркам, по бережью, везде запрещены. Убедительно попросили нас находиться дома, остаться ради себя, ради других, ради всего. Люди, очень многие на самом деле находятся по домам. Единицы выходят на прогулки, но в основном это выходит с домашними животными и выгуливают детей. Потому что дети долго не могут находиться. В остальном перемещение все подконтрольно, все равно нет такого, что ажиотажа, что кругом полиция, такого нету. В любом случае люди относятся очень серьезно к этому вопросу. Если мы говорим о всех возможностях, о всех процедурах, связанных с рынком недвижимости, что сейчас происходит со сделками, с теми сделками, которые были более-менее активны, скажем, в феврале, в марте, в начале марта? И что сейчас можно провести, что сейчас нельзя провести? На данный момент у нас не работают сейчас кадастры, урбанизмы, сейчас ничего не работает. Нотариусы работают только по каким-то серьезным случаям, выходят в данный момент, они тоже все закрыты. Но у нас сделки за последние проходили, это начало марта, мы закрывали сделки уже по доверенности. То есть к вам не приезжали? Последнюю сделку мы закрывали, уже Европа была закрыта, продавец у нас был из Германии, покупатель из России, и представляли одну сторону и вторую сторону представляли уже по доверенности, закрывали сделки. Также у нас по дороге застряли еще доверенности на две сделки. Но пока все остановлено, пока никаких движений нету, никто не может дать прогноз. Понятно. То есть если человек сейчас заинтересован в покупке недвижимости в Черногории, предположим он даже уже выбрал какой-то конкретный вариант, но ему просто стоит немножко подождать, или все-таки что-то он может сейчас сделать с переводом денег или что-то еще? На данный момент мы можем снять объект с продажи, если человек выберет какой-то объект, договорится по цене, сторгуется по цене, она его устроит. Мы заключим договор с продавцом и можем снять объект с продажи до завершения, как бы всей эпопеи, которая происходит во всем мире. Скажите, а если мы говорим вот о человеке, который сейчас находится в стадии принятия решения, он примерно выбрал объект. Понятное дело, никто не знает, к сожалению, насколько, сколько времени продлится вообще все это безобразие, и никто не знает, а что же будет с рынком. То есть можно давать только некоторые прогнозы. Ваши ощущения, вот цены в ближайшее время, они могут снижаться, они будут расти, они не изменятся, и какие факторы здесь будут играть в пользу того или иного аргумента, в пользу того или иного движения цен? Ну на данный момент мы уже можем наблюдать такое, что у нас некоторые россияне, уже владельцы недвижимости, уже начали снижать цены на свои объекты недвижимости. Это мы говорим о вторичном рынке недвижимости, как квартир, так и домов, вилл и подобного. На новой новостройке вряд ли будет изменена цена, все продается, потому что основной покупатель новостроек, это все-таки являются местные жители, они приобретают. И также у них много живет в Европе, они хорошие деньги зарабатывают, и они могут легко приехать, добраться до сюда и купить какой-то объект. Правильно ли я понял вас, что основное снижение цен, если оно будет, будет именно со стороны граждан России, которые по-прежнему среди иностранцев едва ли не самые активные в Черногории, по-моему, по последней статистике за прошлый год? Я думаю, что не только будут россияне, потому что ситуация коснется это всех, финансовая сторона будет затронута у различных владельцев стран, как говорится, недвижимости и снижение, потому что у нас часто бывает из Европы кто-то приезжает, уже не нужна эта недвижимость, не хотят приезжать в возрасте люди, все, и также бывают очень серьезные скидки на недвижимость, и не только россиян. Если мы говорим о процентах, ну понятно, что люди любят проценты, прогнозировать тяжело, но вот те примеры, которые вы привели, что в последнее время вы заметили такую тенденцию, то есть люди к вам обращаются и говорят, условно говоря, объект стоил 100 тысяч, давайте поставим его за 90, мы согласны? Ну тогда я просто приведу живой пример, последний, ребята звонили, вилла с бассейном, 250 тысяч, они готовы ее продать за 190. И это произошло уже буквально последние недели? Это произошло буквально вот на вот этой неделе, это даже не последняя, это именно на этой неделе люди приняли решение, что да, мы хотим, потому что в принципе для них сыграет курс рубля, очень интересно, если они сейчас продадут здесь свою недвижимость при таком курсе, они возвращают свою инвестицию и причем зарабатывают, и неплохо. А вот вы привели этот пример, цена в 250 тысяч евро была, ну по вашему оценке, адекватна рынку или она была все-таки завышена? Нет, это адекватная цена рынка, объект полностью легальный, с бассейном, видовая вилла, полностью он комплектован, находящийся под охранной видеокамерой, это объект стоит этих денег. Ну и то есть получается, что ситуация у людей такая, что они решили, окей, мы согласны. Они готовы, да, они готовы продать, если сейчас найдется покупатель, они за эти деньги ее готовы продать, потому что курс рубля их очень устраивает. Ваше ощущение вообще, вот наибольшее влияние на текущую ситуацию на рынке, ну по крайней мере с теми людьми, с которыми вы работаете, играет вот на этой неопределенности, это печальные события, связанные с, ну вот этим вирусом, который всю планету захватил, или, учитывая то, что черногорский рынок, он в значительной степени был ориентирован на русскоязычного покупателя, свою роль играет и вот падение рубля, падение всех валют развивающихся стран, относительно доллара и евро. Что первоочередное? Первое очередное, наверное, все-таки это коронавирус, потому что на данный момент люди не могут перемещаться, очень много здесь застряло покупателей, которые приезжали именно на ознакомление с Черногорией, которые приезжали на подбор объектов, они застряли здесь, сейчас пытаются улететь в страны. Насчет россиян, это ошибочное мнение, россияне составляют, наверное, процентов 15 от покупателей черногорского рынка. Да, но просто я имею в виду, что я последнюю статистику как раз такую и увидел, что где-то около 15 процентов, просто никакая другая нация не составляет больше, там несколько, вот около 15, 15 россияне, 15 немцы, там, ну, примерно вот так. Абсолютно верно, ну, из немцев тоже, наверное, процентов 50 это россияне, которые переворачивались. Ну, русскоязычные, да? Да, русскоязычные вполне, это так и есть. Ясно. Алексей, давайте, ну, немножечко посмотрим в будущее. Предположим, ну, там, неделя, другая, возможно, ничего еще не стихнет, но вот с коллегами вашими сегодня общался, кто-то называет срок, там, середина мая, кто-то середина июня, ну, закончится, слава богу, вся эта история рано или поздно, неприятная. Но при этом рынок уже каким-то образом на нее отреагирует. Как он может на нее отреагировать? Может быть, можно вспомнить, что было в Черногории, там, 8-10 лет назад после финансового кризиса 2008 года, хотя в полной мере их, конечно, сравнивать нельзя. Можно ли ожидать, там, скажем, снижения цен? Или, опять же, смотря на что, вот, относительно далекой перспективе, скажем, 3-4 месяца, может быть, полгода? Ну, я думаю, что снижение цен будет, но все-таки это затронет только вторичный рынок. Потому что земля не будет падать в цене, она только сейчас поднимается, она на данный момент находится ниже кадастровой стоимости земля. Участков остается на побережье все меньше, побережье всего 130 километров. Зато такое. Понимаете, земля, она будет только дорожать, с тем, что ее покупают активно, потому что последние годы зашли на рынок турки, много их зашло на рынок, они пришли. Активно они скупают землю, именно вкладываются. Они ничего не строят, ничего не приобретают участки и оставляют их. Так что не коснется первички, скорее всего, тоже это не коснется, потому что на первичку в стране очень адекватные цены, и вряд ли это коснется первичного. Кстати, по поводу вообще новостроек, несколько слов. Как раз из Черногории последние несколько лет приходит довольно много известий о строительстве новых роскошных комплексов. То есть Черногория начинает позиционировать себя не просто как 130 километров красивого побережья, но и как место для элитного отдыха. Как вы это вот по себе замечаете? Действительно ли это так? Или все равно большинство покупателей, они ищут что-то не столь масштабное, и может быть, безусловно, красивое, но не VIP? Или все-таки в сторону VIP идет история? Знаете, сейчас как бы в последние годы ситуация волнами происходила. Все зависит как бы от происходящего в мире. Были потоки людей, которые ехали в 2014 год, знаем по событиям, что происходило, очень было много различных. Именно люди ехали низкобюджетные. Потом это все закончилось, люди поехали с высокими бюджетами. Тут как это нельзя сказать, да, очень много построено комплексов красивых, современных, элитных комплексов построено, как и апарт-отели, как и отдельно построенные комплексы, это со своими частными домами, виллами. Развивается Черногория, да, сервис становится, мы здесь находимся с 2008 года, страна сделала огромный шаг, огромный шаг вперед по замене водоводов, канализации, дорог, строительства, детальных планов. Тут реально очень большие шаги сделаны в этой маленькой стране, которая стала самостоятельной в 2006 году, они проголосовав вернули свою независимость. И за этот срок очень много, на глазах заметно происходящие перемены. И они только радуют, потому что на самом деле очень грамотно делаются планы, строятся объекты, все красивое, глаз только радует. Скажите, насколько популярно в Черногории, ну, я не беру последние две недели, а в принципе ипотечное скредитование или, в общем, мало кто покупал в ипотеку? В основном это местные жители приобретают в ипотеку, потому что для них в банках здесь есть льготы и все. А от какой процент они берут? Под какой процент они получают кредит сейчас? От 3% у них было, от 3 до 6%. Кстати, как у них, ну, я понимаю, что это может не совсем сфера вашей деятельности, но тем не менее, с учетом того, что, ну, сейчас, как бы, ситуация неопределенная, и вы сами говорите, большое количество организаций не работают, соответственно, люди деньги не получают или получают их меньше. Какие программы принимает государство? Что-то известно? Да, известно сейчас, на данный момент, на 2 месяца, отложили все платежи коммунальные, интернеты, сотовые телефоны. На 2 месяца государство продлило вот этот мораторий на платежи, чтобы люди не посещали банки, чтобы не отключали электроэнергию, чтобы телефоны работали. Такой вот мораторий. Очень государство нас порадовало тем, что организовали онлайн-обучение за 3 дня, организовали во всей стране обучение детей, создали этот программист, программисты уперлись, создали сайты, порталы очень большие, наполнили его. Дети занимаются, продолжается обучение детей в школах. В стране все работает, по возможности все функционирует. Также государство предусмотрело большую поддержку для предпринимателей, государственных служащих, меры принимаются. И хочу еще тогда один аспект, связанный с Черногорией, с черногорской недвижимостью с вами обсудить. Это история, связанная с программой гражданства Черногории. Насколько в вашей работе проявляется вся эта история? Потому что, по-моему, ни у кого такой затянутости не получилось. От первого объявления, по-моему, еще чуть ли не году, в 2014 или 2016, что вроде как программа запущена, до какого-то реального воплощения в конце прошлого года. Что сейчас происходит, что слышно, как у вас все это происходит? Ну, на данный момент по гражданству можно приобрести его путем открытия фирмы. Это не гражданство, это вид на жительство. Да, вид на жительство. По гражданству пока так и... Да, вот это коммерческое гражданство, которое было, пока по нему движений никаких нет. Чтобы колоссально бизнесмены перли и пачками тут приобретали гражданство, такого нет. В основном люди приезжают уже, кто приезжает в возрасте, на пенсию сюда, приобретают недвижимость и получают вид на жительство по недвижимости. По недвижимости. Ну да, а вот именно гражданство, вот эти объекты специальные, которые государство выделит в отдельную базу и приобретят... Это уже есть, да, уже поданы заявки на это все, рассматривается, но все это процесс небыстрый. Ну это да, то, что небыстрый, это мы уже несколько лет наблюдаем, да, как-то все это в Черногории так происходит. Ясно. На ваш взгляд, если мы говорим, опять все-таки возвращаемся к задачам покупателей, предположим, ну человек вот сейчас заинтересован в покупке, в принципе рассматривает Черногорию, ваше ощущение, стоит ему все-таки немножко подождать, или может быть, наоборот, вот сейчас надо срочно начинать какой-то резервировать объект, да, берите, снимайте. Какие здесь за и против есть? Что вообще говорят в обществе, когда эта история вирусная может немножко поутихнуть? Страшно прогнозировать, неблагодарное дело делать прогнозы. Некоторые прогнозы из Европы идут, что это до двух лет продлится. Не будем им верить, не будем им верить такие прогнозы. Мы хотим, конечно, чтобы все это к лету закончилось, чтобы сезон прошел, чтобы ательеры отработали, чтобы все-все работали. Этого хочется, а не... Тут, понимаете, сейчас, в данный момент, человек уговорит, что приобрести жилье, это неправильно. Особенно для тех людей, кто не был в Черногории, потому что побережье, хоть оно и 130 километров, но каждые 20 километров вы попадаете в совершенно другой город, со своей культурой, со своей атмосферой, со всем. Здесь нужно побывать, прежде чем делать покупку. Онлайн я никому бы не рекомендовал покупать объекты. Ну, да, вообще онлайн редко рекомендуют, если речь не идет о каких-то совсем инвестиционных целях. Кстати, у вас... У вас... Черногория никогда не воспринималась как страна, где покупают для инвестиций. Все-таки тут природа, тут отдых, тут такая история. Если мы не берем, конечно, застройщиков, российских, которые просто приходили для того, чтобы открывать свой бизнес. Сейчас как-то эта тенденция меняется. Последние годы, может быть, первые месяцы этого года, кто к вам обращался, зачем люди покупали? Ну, смотрите, тенденция по инвесторам. Немножко у вас, как бы, информация не совсем точная. Потому что в последние годы, после вступления Черногории в НАТО, очень большое количество европейских инвесторов пришло сюда. Из многих стран они и англичане, и немцы строят, и итальянцы строят, чейхи, поляки. Много пришло именно иностранных инвесторов, помимо российских инвесторов. Но это именно строительные компании или это частные лица, которые строят что-то небольшое? В основном это серьезные... Это и частные лица, и компании, но строят в основном очень серьезные большие объекты. Да, это я понимаю. А вот тут, я как раз, собственно, про это и сказал, а вот те, кто приходят, ну, там, условно говоря, покупка двух квартир для того, чтобы сдавать в аренду и как-то, ну, вот, может быть, не заработать, но, по крайней мере, сохранить свои средства. Такое есть? Такое есть, да. В прошлом году у нас были сделки, покупали пулы до 10 квартир. Люди вкладывали, покупали и меньшие пулы по 2-3 квартиры. Мы в основном брали это строящиеся объекты, когда на нуле покупаешь или на этапе грубого строительства, ты на квадратном метре зарабатываешь к окончанию строительства свои 150-200 евро на квадрате. Потому что обычно тебе, если ты рассчитываешься сразу 100% отдаешь оплату, ты можешь договориться о очень интересной цене с застройщиком. И вот она инвестиции. Дальше эти квартиры уже сдаются, они себя окупают и немножко, как говорится, человек зарабатывает. Скажите, вот еще что, если возвращаться к тематике ограничений на переезд и так далее, если человек, может быть ваш клиент, может быть не ваш, не принципиально, сейчас находится на стадии получения вида на жительство или каких-то разрешительных документов или на стадии сделки, что он может? Или все как-то переносится автоматически? Как это происходит? Да, все автоматически переносится, потому что застряло очень большое количество людей здесь, не только со сделками, какими-то оформлениями, у кого-то просроченные документы. Все это переносится в данный момент по законодательству на 15 дней, но мы уже все понимаем, что эти 15 дней будут продлены на дольший срок. А на 15 дней это как было, с 15 марта или с каких чисел примерно? Я сейчас вам точно не скажу, но это до конца марта, но сейчас вокруг все закрыто на месяц, скорее всего и нас закроют так же, все будет закрыто на месяц, потому что передвижение соседними странами, кроме как снабжение продуктами питания, товары первой необходимости, другого передвижения никакого нет. А как это организовано? Ну понятно, есть определенная сознательность людей, которые просто не ездят. Например, условно говоря, вы бы вышли на улицу и пошли пешком, вы на пляж просто физически не выйти? Или просто какая-то охрана? Нет, физически, Филипп, без проблем, вы физически можете пойти туда, вы можете поехать, но ездит коммунальная полиция, они просто просят, они там никого не гоняют, и заламывают руки, здесь как бы не принято, здесь люди. Они, понимаете, черногорцы, они сами очень гордые и стараются уважать как бы человека другого. И они первоначально всегда очень вежливы и упочтительно просят покинуть территорию в связи с тем-то, тем-то. Тут никто вас не знает. Из городов, да, конечно, выезды такие, это перекрыто стоят, полиция стоит, они разворачивают автомобили. Ну, никакого насилия, никакого, все очень спокойно, тихо, все очень вежливо. Отлично, это очень приятно, вам в вашей стороне можно позавидовать. Если есть какие-то вопросы, я к уважаемым зрителям обращаюсь, к Алексею, вы можете задать их прямо сейчас. Если не хотите задавать их сейчас, хотите с Алексеем пообщаться лично, я попрошу коллег своих в чат скинуть контакты компании TradeGoria, страницы, объекты и так далее. Вы же продаете недвижимость не только в баре. Мы продаем по всей территории Черногории и север Черногории, это дома, которые рассматриваются для проведения зимнего и летнего отдыха в горах, бунгало различные, есть и капитальные строительства. Также у нас объекты по всей территории, у нас работают коллеги и в заливе, и в Будве, и меньше всего мы продаем в Подгорице, потому что Подгорице, там жить нужно, чтобы работать в этом городе. Ну, то есть, все-таки, значительное число россиян, опять же, точной статистики нет, по-моему, черногорцы не публиковали такую статистику, значительное число россиян оседают, да, ну, россиян, украинцы поседают в Черногории. А где, вот, по вашим ощущениям, в каком месте их больше? Те, кто живут постоянно уже? Вы знаете, ну, на побережье, конечно, больше всего, город, город, как бы я не смогу вам назвать, потому что везде есть русскоязычное население, это белорусы, украинцы, россияне, казахи, имеется в виду люди из Казахстана. Везде живут, везде, вы даже можете заехать в горах, в глухую деревню и там найти соотечественника, который спрятался от всех, занимается разведением коз, какой-то что-то выращивает. Ох, хороша жизнь, спрятаться бы, да, уехать бы в Черногорскую глубинку. Окей, Алексей, ну и тогда в завершении традиционно все наши эксперты сегодня, ну, в конце, это даже не вопрос, я, ну, нас слушают сегодня люди из разных стран, хочу попросить вас, ну, скажите им что-то бодрое, передать привет из Черногории и, ну, потому что сейчас, наверное, может быть, людям это важно, как никогда. Пожалуйста. Всем желаю, первое, наперво, это здоровье. Из Черногории шлю вам солнечный приед, потому что у нас в Черногории там, где проживаем более 300 солнечных дней в году. Солнечного вам настроения, потерпите, все будет хорошо, все пройдет, все решится и приезжайте к нам, посмотрите, что мы за красивая, маленькая, уютная страна. Отлично. Дорогие друзья, огромное спасибо, мы сегодня провели бодрый день. Алексей Замотин, компания TradeGore из Черногории, наш последний на сегодня эксперт. Я вам желаю искренней здоровья и всех-всех благ, Алексей, и вашей семье, и чтобы дистанционное обучение тоже шло как надо. И будем тогда на связи, новости от вас с нами на портале Прианру и от нас вам благодарны клиенты. Дай бог, чтобы их было как можно больше. Спасибо вам большое и до скорой встречи. Спасибо вам, Филипп. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Дорогие друзья, ну что ж, по сути я в завершении предыдущей части наших вебинаров уже обо всем сказал, что у нас нового интересного будет. Значит, очень стараемся к завтрашнему дню сделать наш глобальный текст об итогах сегодняшнего вебинара, все, что мы сегодня услышали, пообщаться с коллег из Испании, Болгарии, Чехии, Швейцарии, Австрии, Черногории, то есть всех вот их объединить, чтобы вы могли посмотреть видео, если кто-то что-то упустил, но тем не менее хочет это сделать, хочет насладиться беседой. Потому что кроме как онлайн беседы сейчас другие чрезвычайно затруднительны. Напоминаю вам о том, что следующей неделе у нас бурно вебинарская. У нас в понедельник в 13.00 вебинар по Германии, вебинар во вторник, вот мы точно его назовем, это же будет точно вот такой длинный, как это сказать, длинный марафон, другого слова пока не подобрали, давайте пока остановимся на нем. Вебинар-марафон, там мы тоже пообщаемся, насколько я помню, то ли с шестью, то ли с семью компаниями и будем такие вебинары проводить регулярно, а дальше чем черт не шутит, возможно это история, которая полезна будет не только во времена, когда мы не можем пообщаться очно, но и в любом случае онлайн общение это всегда интересно. Дальше в среду на другой площадке, но контакты тоже у нас будут совместно с компанией Москва Сотбис Интернейшнл Риэлти, мы проводим вебинар сразу по трем странам, по Болгарии, по Турции, по Таиланду. И очень интересный вебинар, гарантированный доход и правила удаленной покупки в Таиланде мы будем обсуждать с экспертами в следующей четверг и там будут на этом вебинаре его наши соавторы, обещают очень и очень интересные предложения. Я думаю, что посмотрите, может быть именно это то, что вам нужно, в конце концов, на Европе свет клином не сошелся. Ну а я, Филипп Березин, еще раз желаю вам здоровья, сейчас много таких пожеланий не бывает, их нужно, их должно быть много. Спасибо вам за ваше внимание на протяжении всех вот этих, по сути, чего у нас получилось, четырех часов или шести часов с небольшим перерывом. Надеюсь, вы не сильно устали, я немножко подустал, но это профессионально и все пройдет. Благодарю вас за внимание, моя электронная почта по-прежнему березинсобачкоприан.ру Если вы хотите выступить, если у вас есть какие-то вопросы к экспертам, если вы хотите просто предложить какую-то тему, высказать критику, поделиться, пожалуйста, обращайтесь. Будем очень рады, всегда ваши, всегда на связи. В нынешние времена это может быть более актуально, чем когда-либо. Спасибо вам большое, увидимся в ближайший понедельник на вебинаре. Ну а завтра читайте материал, отчет о сегодняшнем очень насыщенном дне на портале прианру.недвижимость за рубежом. Продолжение следует...